Скажи, Лёша, а ты смог бы сражаться в таком шлеме? Шлем очень тяжелый, его очень слабо слышно, но если взять булаву, можно было так. Лёша Глушаков с интересом рассматривает и примеряет доспехи. В свои восемь мальчик достаточно знает о временах доблести и чести. По крайней мере, больше, чем некоторые одноклассники. Кажется, будущий защитник Отечества разбирается в оружии и его предназначении. Я знаю о рыцарях то, что лошади, то раньше лошади еще не были вооружены, но потом они ходили на доспехи, чтобы лучник так не смог убить лошадь. Вроде у бабушки Люды была какая-то книжка про царей. Там вроде я видел рыцарей, а я не знаю, вроде в 4 года просто надо. Мечи, сабли, кинжалы, копья и лук – это вооружение принадлежит клубу реконструкции 17 века шляхетской культуры. Именно в этих доспехах и с этим оружием участники выезжают на исторические фестивали. А в промежутках между ними современные рыцари дают возможность маленьким горожанам вернуться в Средневековье. Сейчас, благодаря компьютерным играм, дети это все видят на экранах мониторов, фильмы, игры и тому подобное. А здесь они просто систематизируют, они держат в руках то, что видели на экране и привязывают, что вот это, допустим, рыцарь такого-то века, он бытовал на этой территории, у него вооружение, то, что они трогают руками, это быстрее запоминается. То есть у него вооружение было, допустим, этот доспех и вот этот меч. Кстати, эти экспонаты сделаны по музейным образцам, которые сохранились в наше время. В частности, на территории Украины, Беларуси и Польши. В выставке представлено две эпохи – рыцарское классическое, начало 16 века и огнестрельное оружие. На мини-экскурсии ученики второй гимназии почувствовали себя настоящими бойцами, сделали новое фото и узнали много интересного. Как подает царь приказ, ну, куда идти, и отступать или нет, и как узнать своих или не своих. И как узнать своих? Была такая хитрость. Или было первое вот тут, или у них был лисий хвост. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бавруиск, 360.